Одной волне с городом. Радио. Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был без господина Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон. Всем доброе утро. Здравствуйте. Начинается программа Добро пожаловаться. Программа для тех, ну, кого волнуют вопросы нашего коммунального жилищного строительства, жилья, вот все, что связано с нашими квартирами. Сергей Сидорко, председатель кооператива БАКа-2. И, о, я вижу, уже начинаются звонки. 6212-993-9. С нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Сергей, слышно? Доброе утро. Да, и сразу тогда принимаем звонок нашего слушателя. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вот кто, не знаю, кто ответит, наверное, вы, господин Сидорко, сможете, может ответить. Вот если, ну, пятиэтажный дом, да, и в каждом подъезде есть люк на крышу. Вот поскольку у нас два подъезда, они вообще заварили этот люк, и там он, ну, не открывается. То есть сломать лишь только один люк, ну, и тот, ну, хотят там закрыть на замок. Вот для чего эти люки предназначены? Там просто, чтобы на крышу забраться, чтобы и ремонтировать, или это, ну, для пожарной безопасности? И как вот это, если люки заварили, ну, нет ли это нарушения? Спасибо. Спасибо. Ну, люки на крыше в основном предназначены для того, чтобы обслуживать живое здание. То есть крыша обслуживается на крыше, на крыше находится ливневая канализация, входы, ливнеприемники. Там сама кровля, которая не пропускает влагу в дом. Ну, и есть еще слаботочные коммуникации, типа интернета, иногда там телефония бывает, телевизионные кабели. Для этого нужен выход. Как правило, в доме поддерживаются в рабочем состоянии, если пятиэтажка, допустим, много подъездных, это два крайних. Но это не критично, это требуется только для обслуживания. Поэтому, что еще очень важно, важно предотвратить попадание, ну, посторонних персон на чердак и крышу. Это заканчивается, как правило, большими неприятностями, если или из хулиганских побуждений, или слаботочники, то есть интернетчики проникают на крышу, потом начинаются всякого рода нелегальные подключения, нелегальные проводки и так далее. Поэтому и по правилам пожарной безопасности, также ограничение попадания посторонним в эти помещения и на крышу вполне предусмотрен. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны в студии. Я напоминаю, что можно еще задавать вопросы, написав их на WhatsApp. Здравствуйте. Добрый день. Господин Сидорко, ответьте на такой вопрос. У нас Бедриба. Сейчас вот скоро будет гидравлическая проверка. Рига Силтумс. Он прислал письмо, что мы должны дать ему, значит, ответное письмо, что мы согласны на гидравлическую проверку. Но там какой-то участок, несколько десятков метров, подходящий к дому нашему, считается нашим. И для этого нужна вот такая бюрократия разрешения. Раньше писал Парвелнекс. А теперь требует с Бедрибы. Вот я, Валдис Лотек, должен давать разрешение. Во-первых, имею ли я право это делать? И почему управляющие компании не принимают от управляющей компании? Говорят, что мы, Бедриба, за все отвечаем, и мы должны все эти бумаги подписывать. А кто управляет домом? Человек повесил уже трубку, к сожалению. Понимаете, если Бедриба управляет домом и заключила долгую с так называемой управляющей компанией, то здесь ситуация чуть-чуть другая. Это означает, что управляющий Бедриба, а та компания, является просто сервисной компанией, которая выполняет заказ на обслуживание. Принципиально разные вещи. И если Бедриба управляет домом, то она и должна давать согласие. Теперь относительно гидравлических испытаний. Как правило, гидравлические испытания происходят в границах ответственности Вика Силтумс. В данном случае, насколько я понимаю, часть трассы не было переднято Вика Силтумс. То есть в свое время была компания, когда Вика Силтумс предлагал, что он выкупит все вот эти участки, которые там исторически образовались, типа не его, и они, по-моему, эту практику и до сих пор. Поэтому я бы советовал в первую очередь поинтересоваться, можно ли этот участок трассы передать Вика Силтумс. Это было бы разумно. Тогда гидравлические испытания не касались бы вашего дома, вы бы перекрыли свои задвижки и на этом все закончилось. А так вам надо давать согласие, если вы юридически являетесь управляющими. Ну и, соответственно, подумайте о том, чтобы все-таки рано или поздно эту трассу придется ремонтировать. И это будет очень дорого. Как правило, такие трассы ремонтировать – это очень дорого. Удовольствие лучше вам ее постараться передать в собственную среду Силтумс. – Я еще раз напомню, телефоны в нашей студии 67212-939-67213-939, и можно писать нам на WhatsApp 2306191, 2306191. И вот как раз пришел даже, ну, не вопрос, а просьба прокомментировать новость о том, что РНП встревожено, ну, действительно, вот там ссылка такая встревожена объемом долгов за тепло, которые накопились за зиму. Буквально тысячи квартиров владельцев не расплатились еще до сих пор за предоставленную услугу. И если раньше компания сама покрывала часть долгов для того, чтобы начинать отопительный сезон, теперь РНП говорит, что такая практика, такой возможности вообще не будет. И, ну, вот рассылаются письма клиентам с просьбой рассчитаться как можно быстрее за тепло с Рига Силтумс. Предостерегают, что крупные долги приводят к риску того, что многоквартирные дома могут не быть подключены к отоплению в следующем сезоне. И вот здесь в этой же новости сообщается о том, что предлагается новая практика уже включать процент долгового риска в тариф на тепло для того, чтобы вот ликвидировать эту опасность того, что эти долги останутся неоплаченными. Вот просят прокомментировать эту новость. Давайте начнем с самого последнего. Тариф. Тариф устанавливается в пределах города Риги. Мне не очень понятно, почему те долги, которые образовались из-за бездействия РНП, долги между собственниками квартиры и самим РНП, это результат бездействия РНП и неправильного организации юридической работы, должны распространяться на всех жителей Риги. Мне это непонятно. Поэтому, скорее всего, может речь идти о том, что РНП сама предлагает внутри себя поднять еще стоимость тепла, но это не тариф. Я не знаю, допустим, мой кооператив вышел по нулям, какой проблемы нет. В принципе, долги вообще это не новость. И то, что объявляет Рига Слотт, что он больше не сможет подключать вот так вот, как это было раньше, это означает, что Рига Слотт разрешается политической поддержкой Юридической Думы. Потому что раньше это делалось не экономическими, а политическими. Но это первое. Значит, готовьтесь к тому, что вы переходите по это в управление частной компанией, где 100% капитала принадлежит самоуправлению, но не больше. Следующий момент. Да, действительно, если дом не расплатится в Рига Слотт, то введет такую практику, что в течение отобительного сезона он не прекращает поставки тепла, а чтобы подключиться к теплу, ему нужно выплатить 100% предыдущих поставок. Предложение, с одной стороны, предложение РНП сделать специальный фонд, я бы сказал это так, но оно не новость, оно давно уже обсуждается, и в принципе закон позволяет собственникам квартиру сделать специальный фонд для погашения обязательств. То есть все-таки с Рига Силтумсом заключил договор не Рига Снамопородник, если даже не Иванов Петров Ильянсец, заключил общность собственников квартир. То есть весь коллектив собственников заключил, и они несут в такой ситуации юридически коллективную ответственность. Поэтому здесь надо думать о механизмах, как можно гасить вот эти колебания платежеспособности. Они были, есть и будут. И второе, нужно, прежде чем соглашаться с тем, чтобы год долг был большой или маленький, наверное, надо спросить у управляющей компании, в данном случае Рига Силтумс, а как вы вообще боролись с этими должниками. То есть сегодня, в принципе, законодательство на новые свежие долги построено таким образом, что их быть не должно. Их всегда можно взыскать. Их всегда можно взыскать. Законодательство построено так, что даже 5% от кадастровой стоимости является ипотечным запретом. То есть впереди банковских платежей 5% от кадастровой стоимости идет на погашение коммунальных долгов. Так что есть возможность взыскать, если в этом смысле работать методично и систематично. Так что здесь я проблемы не вижу, но то, что могут не подключить, да, могут не подключить, и это закон. Так что сейчас нужно уже обсуждать эту ситуацию. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Продолжаем принимать звонки с вопросами. Напоминаю, Сергей Сидурко, председатель кооператива БАК-2 и председатель Центра консультации собственников квартир. С нами на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Господин Сидурко, будьте добры. Вот у меня два вопроса. Первый вопрос по закрытым мусоропроводам. Я прочитала в газете, что якобы это решение Рижской Думы или, может быть, Парвал Днекса, оно считается самоуправством. Там объясняется, что решить без согласия жильцов сделать вот это мероприятие не имели права, верно это или нет. И второй вопрос. Вот в нашем доме возникла серьезная ситуация. Разрешение ее требует большой суммы. Значит, эту сумму или одномоментно надо включать в счета всем жителям, или, ну, с разбивкой, может быть, на два-три месяца. Имеет ли право Ригасному Парвал Днекс как бы одолжить нам с возвратом эти деньги? Спасибо. Спасибо. Ну, первый вопрос. Газеты немножко всегда искажают действительность. На самом деле, если прочитать внимательно постановление Рижской Думы, то Рижская Дума не приказывает заваривать мусоропроводные. Она, исходя из каких-то ей понятных причин, не буду говорить каких, запрещает пользоваться мусором. То есть, постановление дословно буквально звучит так. Или мусоропровод, должно быть сделано все, чтобы мусоропровод нельзя было опустить мусор, и тогда вы можете пользоваться мусороприемным помещением, которое находится на конце мусоропровода. То есть, если у вас мусоропровод нельзя, не может попадать мусор, то контейнер для мусора может стоять в этом помещении, где он и раньше стоял. Если вы не желаете закрывать мусоропровод и таким образом предотвращать его работу, то контейнера там быть не должно. Вот все постановление Рижской Думы. Так что Рижская Дума, поговечившись сначала, приняла решение такое одностороннее, давайте мы заварим все. Ну, сейчас они немножко отыграли назад и сказали, хотите, не заваривайте, ну тогда там контейнер быть не должно. Будет там контейнер, будем штрафовать. Ну, вот у меня немножко сразу возникает вопрос, вот непонятно. То ситуация такая, как нужно за что-то платить, дом полностью ваш. Вот, уважаемые жильцы, вы за все отвечаете в доме, это ваша собственность, вы ею и занимаетесь, это лежит на ваших плечах. А с другой стороны, как вдруг заварить мусоропровод, говорят, что да, вот мы вмешиваемся, ну простите, это же наш дом. То есть, вы скоро скажете, какие обои клеить на стену, что ли? Ну, в принципе, законодательство построено таким способом, что при определенных условиях, в данном случае, ВИГА отвечает за сбор и утилизацию, самоуправление, утилизацию, организацию процесса утилизации отходов. Оно постановилось, что в этих помещениях могут либо стоять контейнеры, либо при условии, что не работает мусороков. Это гигиеническая норма, это не норма собственности. Они же не сказали там, вы сломайте мусорок. Нет. Переостановите его работу доказательную и можете пользоваться, ставить контейнер. Нет, выкатывайте контейнер на улицу. Вот и все. И здесь уже ты никак не можешь ничем опротестовать. А соображение и аргументация Реческой Думы, но она не выдерживает, по-моему, ничего, даже не стоит об этом говорить. Вот постановили люди, что они закрыли мусороков. Зачем, они сами не понимают. Потому что ни одного здравого аргумента я не вижу. Да, у нас просто звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у меня вопрос, наверное, не совсем господина Сидорко, но я все равно хотел бы, чтобы он прозвучал в эфире. Скажите, вот сейчас закрыты все вот эти центры обслуживания клиентов, ну, где вот точно надо прийти и что-то решить. Ну, туда можно прийти и что-то решить, предварительно записавшись. Вот у меня возникла ситуация как раз, когда, ну, что называется, на ровном месте возник долг. Я, проводя платеж за квартирную плату за прошлый месяц, ошибся в одной цифре, ну, номере счета. Значит, фактически долго нет. Деньги ушли на счет Ригас-Наму-Парлубникс. Просто именно номер личного счета квартиры, куда вот эти суммы должны начисляться. Я попытался решить этот вопрос, пойдя вот в этот центр, увидел на дверях, что, значит, все это закрыто и только можно по предварительной записи. Предварительная запись, извините, по платному телефону. То есть телефон Ригас-Наму-Парлубникс 8900 – это платный телефон. Никакого бесплатного телефона, по которому записаться, нет. Там рядом был телефон Рижской думы, бесплатный. Написано было, что он бесплатный. Я позвонил по этому телефону, и мне, значит, на той стороне долго объясняли, что я попал не в ту институцию. В итоге простой вопрос как бы превратился, ну, в какую-то такую проблему. Вот. И я бы хотел вот еще сказать по поводу счета. Раньше вот эти счета на квартиру выставлялись. Там менялись цифры только месяца. Был индивидуальный вот номер квартиры, там счет этот, который. И ты только менял месяц. Естественно, когда порядок поменялся и номер счета стал, это произошло где-то полгода назад, на каждый месяц какой-то загадочный совсем номер счета, который там все цифры меняются, и вторая половина там только вот, ну, эти данные год и месяц. Хотелось бы услышать, почему в Рига с нами пара Волгнекс нет бесплатного телефона, по которому можно записаться, и, ну, вот по счету, почему изменился порядок нумерации счетов. Спасибо. Да, я интернетом пользуюсь, но в интернете записаться тоже можно только через Рига с нами пара Волгнекс, вот это. Там нет номера телефона. Ясно. Я вам могу сказать сразу, первое, что я бы вам сказал так, что порядок такого приема, не мы придумали, нам его определили. Поэтому сам по себе порядок. Относительно того, почему платный телефон, я не являюсь структурой, которая относится к Риге с нами пара, но если я считаю, что это отношение к клиенту. Нам в кооперативе, допустим, неоднократно предлагали всякую роду цифровую телефонию, которая, ну, обладала тебе себестоимость. Есть такое понятие себестоимость, а есть себестоимость. То есть нам бесплатно, а всем звонящим это за деньги. Но это только характеризует отношение Рига с нами паром и к своим клиентам. Относительно нумерации счета, но, скорее всего, это программное требование, потому что оплата приходит клиенту в бешеное количество, поэтому их нужно распознавать. Возможно, что-то с математикой. Но если вы пользуетесь интернетом, никто вам не запрещает написать заявление и послать на Рига с новым банком. Если вы обладаете электронной подписью, на сегодняшний день это полезная функция. Возьмите копию платежки, напишите суть своего и подпишите электронную подпись и отправьте этим ребятам. Они ответят. Они должны ответить в течение недели. И этот вопрос будет решен. Потому что, на самом деле, личным присутствием вы попадете опять к какому-то менеджеру, который потом скажет, что я передам ваш вопрос в бухгалтерию. Здесь нужно по интернету решать вопрос. Еще, Олег, я хотел сказать, что я ответил на ваш вопрос? Ну, не совсем. Потому что, да, я так поступил. Но, то есть, я отправил в итоге по электронным способам. Но, вы понимаете, оно ушло и ушло. То есть, я ничего ответа не получил. Вы, наверное, увидите результат вашего письма, я извиняюсь, что перебиваю, но в следующем месяце. Потому что ваша ошибка банальна. Ваш счет, программа не засчитала на ваш лицо. Он висит в РНП, это стандартная ситуация. В таком случае он висит как неопознанный. Ваше заявление будет, скорее всего, быстренько передано в бухгалтерию. Они его распознают. В следующем месяце вы увидите изменения в своих счетах. Так обычно происходит. Это небольшая проблема. И вряд ли она требует вашего личного участия в переговорах. Дело в чем. Все правильно. Но, во-первых, мне это стоило, ну, скажем так, русский у меня свободно, а латышский, там, с гаром зимой и все такое. Но я не применяю. Ребята, я это не обсуждаю. Я это не обсуждаю. Так есть. Да, так есть. Но, помимо этого, я хотел еще решить целый ряд вопросов. Вот в этом пункте, где можно прийти очно, потому что я являюсь, ну, как бы старшим в доме, и там хозяйственные вопросы многие, значит, по каждому. Ну, неужели через сайт нельзя записаться? Вот я что-то не знаю. Вы знаете, может быть, вот на следующей передаче будет мой коллега, Айвил Гондарев. Может, позвоните еще раз. Он, может быть, вам подробнее расскажет, как в такой ситуации. Да, хорошо, я бы хотел, чтобы, я не знаю, сумели я позвонить в следующий понедельник, но вот я хотел бы, чтобы журналист задал вопрос действительно представителям Рига-Снамо-Пороботникс, почему нет бесплатного телефона для общения с клиентами? Хорошо, мы зададим этот вопрос. Еще от предыдущей радиослушательнице остался неотвеченный вопрос, может ли Рига-Снамо-Пороботникс предоставлять заем, дом? Да. Был такой вопрос. Сразу скажу, наверное, и да, и нет. Но, скорее всего, это нужно решать в переговорах с самим Рига-Снамо-Пороботникс. В смысле, 2-3 месяца за счет оборудных средств они, наверное, могут. Но, скорее всего, это нельзя оформлять как заем и так далее. Там нужно говорить о других формах оформления этих документов. Потому что, в принципе, кредитовать никто не может, кроме кредитных учреждений. Значит, там нужно говорить о других способах оплаты. Как и мы... Все это зависит от того, насколько решения дома о способах оплаты данных работ будут соответствовать возможностям рикоснования. Еще один звонок из прямого эфира. Здравствуйте. Доброе утро. Извините, пожалуйста, я еще один вопрос. Я уже звонила. Вот скажите, пожалуйста, ну, вопрос парковки возле дома. Вот у нас, ну, конечно, дом находится на частной земле. Мы там арендуем и все такое. Ну, и вот, чтобы установить знак, чтобы из соседнего дома они ставили буквально нашими дверями свои машины, установить знак там соответствующий, чтобы они не могли ставить машины. И что для того, чтобы такой знак вообще, ну, организовать установку, нужно согласие собственника земли, который находится вообще в Германии. Ну, это другой вопрос. Но если мы арендуем и платим арендную плату, это все равно нужно разрешение собственника земли для такого знака? Спасибо. По существующему законодательству, да. Нужно вообще за организацию движения, а организация стоянки – это тоже организация движения транспорта на своей территории отвечает собственник земли. Ну, если там нету особых исключений. Поэтому, да, в данном случае нужно попросить согласие от собственника земли о том, что он согласился на установку знака. Но я не вижу здесь проблемы. Ведь есть, наверное, или доверенное лицо собственника земли, или с ним можно списаться. Сегодня в век интернета это можно сделать всегда. – Еще сразу один вопрос. Здравствуйте, пожалуйста. – Я не вопрос, я реплику хотела сказать. Платные телефоны. Где-то промелькнуло, я не знаю, как это назвать. В общем, короче говоря, этот платный телефон, там деньги делятся пополам. Тот, у кого этот телефон, и тот, кто предоставляет телефон. Было такое. Спасибо. – Спасибо. Да, ну и тут, кстати, пришел пока вот вопрос на номер 2-3-0-6-1-9-1 на WhatsApp. Решетки на окнах незаконны, а также на балконах и лоджиях, вот спрашивает слушательница. В каких случаях? – Они незаконны, если они не сделаны не по проекту, и проект не согласован в строительной управе, и наличие решеток или остекления не отражено на инвентаризационном деле. Вот все это вместе. Если этого нет, значит, они незаконны. – То есть, если человек хочет, например, на первом этаже поставить решетки на окна, ему просто нужно обратиться в строю праву и проект... – Ну, здесь, да, нет, сначала к архитектору, архитектор разработает проект, потом передать в строю праву, она оценит. Но у меня всегда вопрос, в чем смысл этих решеток? Помочь ворогу забраться на второй этаж? Или кто-нибудь считает, что эти решетки являются препятствием для квалифицированных воров? Но если вы хотите защитить свое имущество, обратитесь к охранным фирмам. Сегодня достаточно недорого, устанавливаются всякого вида охранные устройства, которые предотвратят ваше проникновение в ваше жилище, на вашу лоджию. Это не проблема. Но сама по себе решетка. Во-первых, помнить надо, что лоджия всегда является, или балкон является дополнительным эволюционным путем, который не задымляется во время пожара. Об этом надо помнить. Вот вы себя зарешетили, а не дай бог, у вас в коридоре пламя. И вы выскочить туда не можете. И куда вы побежите, будете в этой клетке сидеть? Это же все не так просто сделано. Это не с торрока это все делалось. Поэтому в данном случае вопрос заключается именно в этом. Что необходимо делать по проекту. Ну, там будут тогда, видимо, учитываться нормы пожарной безопасности. Но без проекта это не знакомо. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Это телефон нашего прямого эфира. Можно звонить в программу «Добро пожаловаться». Сергей Сидорко, председатель кооператива БАК-2 и председатель Центра консультации собственников квартир отвечает на ваши вопросы. Вот еще один был вопрос, который пришел вот именно на WhatsApp. Он спрашивал, ну, слушатель спрашивал, чем же занимаются юристы Дома управления, если не могут взыскать долги с… Ну, если юрист, ну, его интересовал вот этот аспект, чтобы взыскать долги с тех, кто не расплатился за тепло. Я бы сказал так, что значит «не могут взыскать». Они взыскивают. Длительное время, я не могу сказать достоверно, но судя по накопленным долгам, вот по тем цифрам, что проникает в печать, длительное время, видимо, может быть по политическим причинам, может по каким-то другим причинам, но не занималось это предприятие, председатель не должно. Она просто не занималась. Ведь что говорит закон? Сегодня нормальный управляющий при долге в 200-300 евро уже подает документы в суд. В этой ситуации суды рассматривают в течение шести месяцев. То есть долг не может вырасти до таких-то там критических размеров, это одно. Второе, эти долги гарантированы в любом случае. То есть если у человека кредит в банке или что-то, то по измененному законодательству эти долги такие небольшие, там до тысячи, тысячи, пятьсот, до двух тысяч, они гарантированы государством. Так что здесь я не вижу, в чем проблема. Но это требует очень специфической организации работы и очень, скажем так, скрупулезной, постоянной работы. Потому что долг это дело такое. Я могу сказать так, что в моей практике вообще на каждом долге висит долг от полутора до двух с половиной тысяч. Он не критичен, но он постоянно висит. Ты одного с одного деньги получаешь, другой возникает. Это непрерывно такое живое тело. Но с ним надо работать. С ним просто надо постоянно работать. Тогда он не поднимается, не опускается. Он стоит на оптимальном уровне. Проблемы не представлены. Еще один вопрос пришел. Можно ли судиться с домоуправлением, что они не выполнили свою работу, которую оплачивает дом? То есть не взыскали долги с недобросовестных жильцов, и в результате дом, например, не подключили в следующем сезоне к отоплению? Значит, теоретически сейчас закон говорит о том, что если долги не взыскали, то дальше есть определенные критерии, которые, но я не буду оглашать в эфире, потому что их вам должны сказать не виситые, но есть критерии, по которым суд может принять решение, что управляющий выполнял свою работу ненадлежащим образом, и в этом случае он должен будет погасить все долги, а потом уже дальше разбираться с тем, кого он вовремя не, с кем вовремя не работал. Такое возможность законодательство на сегодняшний день принесло. Создавайте прецеденты. Но более подробно это нужно. Мне самому еще этому учиться надо. Ну, надеемся, что мы вот успокоили слушателей, потому что они вот как раз возмущались, что, дескать, получается, что домоуправление не выполнило свою работу, а пострадали в результате жильцы. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны прямого эфира. Вы можете еще пару минут у нас есть дозвониться в программу «Добро пожаловаться». Сергей Сидорко, председатель Центра консультации собственников квартир, ответит на ваши вопросы, которые вот связаны как раз-таки с коммунальной службой, с долгами. Я вижу, что тема мусоропроводов, конечно, она очень тоже актуальна и продолжает быть. Так, вот еще пришел земля под хозяйскими домами. Что в этом вопросе нового, спрашивают слушатели? Пока ничего. Пока ничего, пока все стоит на месте, потому что изменений законодательных нет. Единственное, что новое есть, следите внимательно за публикациями в Римской думе, потому что сейчас идет пересмотр или проектирование пересмотров квартала по части присуждения необходимых площадей, необходимых для обслуживания дома, и там могут быть всякие сюрпризы. За этим надо следить. Если бы не попало, я бы вошел. Да, у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, если это возможно. Вот на стекле лоджии нам, вы знаете ситуацию с этой лоджией на стекле. Почему тогда стройуправа не запрещала этим фирмам, которые стеклят окна и лоджии, почему она им не запрещала, у кого нет разрешения. Они стеклили без всякого разрешения. Если бы ко мне пришла строй, вернее, фирма и стала стеклить окна и спросила бы, у вас есть разрешение? Есть, тогда, пожалуйста, мы стеклили вам. Если нет разрешения, мы вам не стеклили. И второй вопрос, простите. Второй вопрос. Мне включена в общую площадь моей квартиры включена лоджия. Почему я должен держать лоджию открытой, чтобы мое жилье подвергалось и коррозию, и прочим, и прочим, природным явлением? Пожалуйста, объясните, если это возможно. Спасибо. Ну, то есть, первый вопрос, почему, когда вот фирмы, ну, то есть, получается, ситуация, как будто бы не следили за вот тем, что получил человек разрешение или нет. Многие, может быть, действительно искренне даже не знали, что нужно разрешение, чтобы застеклить лоджию. Насколько мне помнится, этот вопрос был сначала, поднимался в 96-97 году, и тогда жилищное управление бюлевника комитета, жилищный комитет Реческой Думы постановил, что пускай стеклят и оставил вопрос в покое. Потом к 2000 году все-таки спохватились, и была волна с требованием все-таки создавать проект. Я это хорошо помню, потому что в 2001-2002 году мы разработали для своего кооператива тепловые проекты остекления, согласовали еврейское строеуправие, и с этого момента наши жители не имеют никаких проблем с остеклением. Там основное требование по остеклению, которое выдвигает и строеуправие, и архитектурное управление, должно быть единое фасадное решение. Мы такое решение предоставили, его согласовываем, и люди приходят, делают накопировку из проекта, идут и дальше стеклят лоджию. Обвинять фирму в том, что она интересуется, есть ли у вас разрешение или нет, но это примерно то же самое, что покупая авторезину или автозапчасти, продавец должен спросить, а есть ли у вас машина, а есть ли у вас права, а есть ли у вас гараж. Не должен. Будет делать каждый свою работу. Вы должны как собственник готовиться. Теперь относительно платы. Закон определяет, что вся плата, за исключением тепла, подчеркиваю, определяется исходя из общих долей вашего имущества, количество общих долей вашего имущества. Значит, соответственно, чем больше квартира, то есть а лоджия входит в площадь, общая площадь квартиры, тем больше вам надо платить за обслуживание, тем больше вам надо платить за ряд других работ. Тепло не входит, тепло считается по внутренней площади. Ваше утверждение о том, что остеклив лоджию, вы защищаете ее от каких-то неблагоприятных погодных условий, но я бы сказал, вопрос спорный достаточно. Потому что я видел лоджии запотевшие, я видел лоджии, где влаги гораздо больше, чем на улице и так далее. Поэтому здесь все весьма и весьма тонко, и это нужно делать все-таки по проекту. Ну и последнее, давайте все-таки придерживаться того, что каждый в своей квартире хозяин внутри, но не снаружи. Снаружи мы должны поддерживать общее объект. РАШ-7212-93-9, еще один вопрос успеем принять. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, упомянули в разговоре то, что в отношении тех жильцов, у которых есть долги, и при наличии кредита банка есть какая-то гарантированная сумма, которую государство, я так понял, с ваших слов возвращает за должника, что ли. Не могли бы сказать, пожалуйста, как это работает? Это работает очень просто. Государство ничего не платит, но государство говорит, что впереди погашение ипотечного кредита идет 5% от кредита идет на погашение долга. То есть таким образом, да, такое и есть. То есть банк не получит полную сумму своего интереса, пока определенная сумма от долга не будет погашена. Которая максимально составляет 5%. Вы знаете, я сейчас попробую от кадастры или от суммы кредита, я сейчас не скажу точно, но это 5% есть или от того, или от того. То есть это довольно приличные деньги. Если у вас кредит 50-60 тысяч, то вполне хватает, чтобы полностью погасить долг, если его не давать разрастаться до космических размеров. А это какая-то новая норма такая или это всегда так было? Она недавно, она в целом за гражданский закон внесена, по-моему, чуть ли не в прошлом году. Ну ясно. Хорошо, спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Сразу еще может быть один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Говорите, пожалуйста, в трубку. Здравствуйте. Здравствуйте. Это самое... Ну, значит, лоджии, я скажу, открытые лоджии медленно стареют и разрушаются. А балконы очень сильно от влаги разрушаются и могут обвалиться. Поэтому я считаю, что хотя бы козырек надо сделать над каждым балконом и плевать на эту строительную управу. Вот так. Спасибо. Ну, я могу сказать одно. Может быть в том, что вы говорите относительно балконов, есть рациональное зерно, но это не означает, что это можно делать без проекта. Нужно сделать проект. Здание должно выглядеть не как скворечное, сложенное из кучи разных домиков, которые непонятно как. Кто-то там шифером это заделает. Еще потом, как правило, разрушение балконов идет из-за того, что жители не поддерживают нормальный порядок. Или захламляют эти балконы, не чистят от снега и так далее. Там есть очень много нюансов. Поэтому я еще раз хочу сказать. Все можно делать, но нужно придерживаться порядка и закону. А это проект. Ну, наплевать так надевать. Самое простое. Ну и, наверное, уже последний звонок успеем принять в нашей программе. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, если вот на собственника квартиры заявление в суд, да, вот, может ли, кто должен защищать, присяжной адвокат или просто юрист в сторону собственника квартиры и управляющей фирмы? Спасибо. Я могу ответить так. Сейчас, как правило, этот вопрос уже практически не актуален. Потому что, на самом деле, 90% процессов идут в письменном виде. Сейчас квартирные дела, вот, долги по прокладе, как правило, в очном порядке не рассматриваются. И вы будете готовы к тому, что если на вас подали в суд, ну, не на вас, а, скажем так, по условному, человека подали в суд, то это дело может рассматриваться или в райском-то, или в райском-то, или где-нибудь в прейли и так далее. Потому что сейчас система такая. Подается заявление в суд, есть некая служба, которая смотрит, где ближайший свободный суд, туда дело посылается. И, как правило, сейчас есть постановление, это рассматривается в письменном порядке. В основном порядке, если вы добиваетесь рассматривания процесса в основном порядке, ну, вы можете брать с собой любого представителя. Единственное, о чем нужно помнить на сегодняшний день, что в гражданских судах суд не предоставляет вам переводчика на госизы. Если вы пойдете и попадете в гражданский суд, и у вас не будет человека, который будет вас представить, и вы сами не владеете языком, то вы должны взять с собой переводчика судебного, или должен быть ваш представитель, человек, который будет владеть государственным языком достаточно много. Это нужно учитывать. Иначе вы будете просто, ну, слушателем. Судья вас послает на скорейку, если вы приведете сами, вы пытаетесь не на госязыке себя защищать. А кто вас будет защищать, это зависит от серьезности процесса и вашего вывода. Может юрист, может просто представитель, а может и присяжный адвокат. И единственное условие этого человека, должны быть соответствующие документы на право вас предстоит. Ну что ж, спасибо большое. Вот время нашей программы истекло. Это была программа «Добро пожаловаться». Сергей Сидорко, председатель кооператива БАКа-2 и председатель Совета консультаций собственников квартир. Спасибо большое. До следующего понедельника. Всего доброго. До свидания.